Денис Фадеев Денис Фадеев Денис Фадеев Меня зовут Александр, я представляю компанию, которая называется «Медовая биржа» и мы приехали втроем с моими коллегами сюда. Мы ваши земляки, мы с «Керсона» приехали. Я с «Керсона», а мои коллеги с «Германии». Компания, о которой я говорю, она физически размещается в «Керсоне», но речь идет о всеукраинской форме для торговли. Мы представляем компанию, которая является торговой площадкой или будет торговой площадкой для украинских учеловодов. Я сейчас хотел бы попросить, чтобы нам включили ролик анимационный, который кратко отражает, так сказать, в шутливой форме суть на рабочем столе. Это пасечник Андрей Дмитрович. И ему нужно продать оптом больше тонны меду. Андрей Дмитрович шукал покупца самостоятельно, але одни запропонували низкую ціну, інші не влаштовывали обсяги, а треті взагалі далеко знаходяться. Андрей Дмитрович дізнався про медову биржу та зареєструвався на ній. Він одразу отримав безкоштовну инструкцию з реєстрації пасеки – корисні статті з покращення його бізнесу. На медовій биржі Андрей Дмитрович дізнався, як продавати свій мед будь-якими партіями, а ще за вигідними цінами і в різні регіони України. Йому сподобалися прості інструменти та зрозуміли правила биржі. Він одразу розмістив своє оголошення. Вже протягом перших трьох днів Андрію Дмитровичу на мобілі, телефон та імейл надійшли запити від оптових покупців. Андрій Дмитрович не залишив все на призволяще і щодня відстежував нові заявки на покупку меду на біржі. Також він скористався послугою незалежної оцінки якості меду, яка є на біржі. Це дало йому більше запитів від покупців, так як його оголошення відображається одним з перших. До нового сезону Андрій Дмитрович вже продав свою тонну меду і тепер думає про те, як розширювати свою улюблену справу. Хочете продавати свій мед за ринковими цінами та будь-якими партіями? Реєструйтеся на біржі прямо зараз. Медова біржа. Так, главний вопрос, один із главних на сьогодні для українських пчеловодів – це як продати мед по приємливій і пожелаємій цені. Ми сьогодні здесь послушали самого производителя, дали представителя производителя пчеловодів, пасечника. Послушуємо ребят, які презентують различні технології оборудування нової уліки для пасеки. Але в конечному втогі, коли ви вкачали мед, эффективно, більше кількість, і воно все сводиться до того, що його треба продати. І продати його, більше того, треба не на внутрішньому ринку України, тому що Україна сама потребляє не так багато меду, а потім, впоследстві, і на екс. І воно цей вопрос, який тревожить чи беспокої наших пасечників вже багато років, і об цьому будуть розговори в медійному пространстві, на форумах, в чат-групах, о том, як же все-таки продати мед, щоб це було удобно і виглядно для всіх. І така ідея медової біржи, вона витає вже воно відування давно, вже 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 років 3-4 назад були попытки создання, коли пчеловоди скидувались і на общественних началах пытались создати великі сайты, на котрих можна розміщати відговорення про продажу меду. Такі сайти були зроблені, але вони не дуже успішні, не дуже популярні були, тому що для того, щоб создати такого рода сайт, требуються значительне капіталовування, після цього маркетингової підтримки, т.е. розкрутка його, щоб він був известен, і определенна команда, яка б його підтримувала відслугу, модератори, адміністратори, менеджери по роботі з клієнтами і т.д. Те сайти, які були на общественних началах, ідея не пошла, але насправді не пошла, не тому, що вона плоха, а тому, що її реалізація була не така професіональна, як хотілася. І от наша команда, ми з друзями, ми захотіли цю ідею розвити і продовжити її всім українським чоловікам. Немного предысторій, хто вони такі? Прежде всього, я являюсь директором компании, але займаюся техніческими вопросами вот этой платформы. А идейним нашим вдохновителем і создателем є мій друг Гарри Ремпер, він зараз представиться, подмінеться. Гарри є потомстанним пчеловодом, у нього дедушка був пчеловод і отец був пчеловод. Сам Гарри займався тільки в молодости і їм допомагав. І він сам проживав в Казахстане, потім впоследстві в Мігрірував в Германію, проживає в Германію, він русський немец. І в останні 8 років він, навіть будучи гражданином Германію і проживає в Германію, він м'єл бізнес в Україні. Він м'єл експортну компанію. Тобто, в останні 8 років він займався експортом м'єдна, скупав тут і експортував в Германію, оскільки в нього є зв'язки, знання європейського ринку і так далі. І в тому, що він з Керсона, тому що якраз сама фірма, склади розміщались в Керсоне, якби, історічно. І там цей бізнес він займався в останні 8 років. Але на данний момент Гарри прийшов до виводу, посоветовавшись, наблюдає за українським ринком і зная всю спеціфіку роботи торговли м'єдом, він прийшов до виводу, що сам ринок, у нас купли-продажу м'єдовий функціонує неефіктивно. І тому він рішив свій бізнес, ну, якби, оставити, іменно експорт м'єдна, тому що він неінтересним вже для нього став, а захотел розвити, пожелав розвити це нове направлення по торговлю м'єдом через інтернет. Почему? Потому що, якщо ви посмотрите на современні тенденції в современному мірі, то ми постепенно здвигаємося все время в сторону дигиталізації, то є цифрові технології торговля і услуги через інтернет. Ну, я вам такий простой пример приведу. Ми, вот особенно пчеловоды, я помню, ще у нас дедушка на базі пчел получав в таких маленьких коробочках, да, мавку присылали, ну, з магазина всередно, Укрпочта, да. І пчеловоды, наверное, часто пользовались раньше Укрпочтой. У вас тут какие-то посылки приходили, покупки і так далі. І все знают, що сервіс Укрпочты, он, наверное, не самый удобний, не самый надёжний. Но впоследствии появилась новая почта, да, новая почта, которой все мы пользуемся, она всем нам нравится, и она удобная, хорошая, надёжна. Скажите, пожалуйста, какая разница, ну, в общем, по смыслу, между Укрпочтой и новой почтой? Ведь и те, и другие делают одно і то же. Сервіс? Сервіс, да, профессиональный сервіс, хотя в смысле Укрпочтой не поменялся. И вот новая почта, чем удобно? Разветвленная сеть филиалов, они присылают, есть приложение на смартфоне, они присылают тебе извещение, когда твоя посылка пришла, ушла, ты зарегистрирован в электронном виде, минимизировано все вот эти вот усилия человека по управлению, пересылке и так далее. Плюс работают команды профессионалов, которые поддерживают эту компанию. Плюс есть интернет-сайт профессиональный, сделан и так далее. То есть это создаёт удобство. Вот это и есть, как бы, переход в цифровой. В некоторых сферах он даже в большей степени, да, там, Privat24, мы вообще не ходим в банк. Не ходим, у нас счета в компании Privat24, мы обслуживаемся. Я вообще в банк не хожу, потому что и личные мои счета, и в компании, мы всё обслуживаемся в Privat24. То есть банк предлагает такую услугу, и она через интернет удобна. В любом месте быстро, качественно всё это происходит. Это происходит во всех сферах нашей жизни. Хотим мы того, и не хотим. К этому мы идём. Поэтому вот это направление, оно перспективно для всех. Для нас перспективно, как для бизнесменов, которые бы хотели развить это направление. А для всех остальных это то, что создаст удобство и консолидацию всеукраинского, всех пчеловодов. Есть у нас спилки, есть какие-то форумы, чат, группы, да, там, кто-то где-то там общается. Но в физическом мире взаимодействие, ну, не происходит совместно по всей Украине. А хотелось бы, чтобы это была какая-то общая одна платформа. И не только там торговали мёдом, а наша идея, как бы, в будущем перспективе, зарабатывая средства на торговле мёдом, мы хотели бы развить образовательную платформу. Это блоги, видеоблоги, презентации по тому, как правильно выращивать, содержать пасеку, качать мёд и так далее, и так далее, и так далее. По всем остальным направлениям. То есть, это обучающая платформа. И более того, мы хотели бы видео наше снимать не только в Украине, а и на европейских пасеках. Чтобы это были целые такие сериалы о том, как, например, с нуля сделать промышленную... Как вот сделается промышленная пасека с нуля, там, скажем, в Словении или в Польше. От А до Я. Человек говорит, вот у меня с деньгами, я хочу сделать пасеку. Раз, 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 вот целая сеть передач о том, как это сделать. Ну, это одна из идей наших. Но начать мы хотим именно вот с нашей цифровой платформы. Суть платформы какая? Мы хотим сделать нечто вроде OLX. Когда вы заходите на OLX, вы хотите продать, к примеру, ну какой-то там предмет, мобильный телефон. Вы не знаете цену на мобильный телефон. Но вы заходите на OLX и видите, что эту модель мобильного телефона продают за 3000 гривен, 2-ушный. И вы видите эту цену. Почему цена правдивая? Потому что это некая усредненная цена. Тысячи людей продают этот телефон. И некая средняя цена, вы ее видите. Один, другой, третий продает. Вы понимаете, какая средняя цена. Вы можете по этой цене продать. Вы размещаете объявление. И вся Украина видит, потому что все пользуются OLX. И вот наша задача создать некое такое подобие OLX для медовой индустрии. То есть это сайт, на который человек зайдя размещает объявление о продаже меда. И это объявление видят все пчеловоды Украины, кто там зарегистрирован на этой платформе. И оптовики или заготовители, любые те, кто скупают этот мед. И даже более того, в перспективе мы хотим сделать то, чтобы пользователи этой платформы, украинский мед, видели оптовые заготовители или оптовики европейские. Которые бы размещали автоматически заявку. И их заявка была бы видна в нашей платформе. То есть человек заходит, регистрируется и видит вот такую, его лот попадает, вот объявление, в такой список. И он, где видно вот цена, да, цена за лот, сколько он хочет. Ну здесь сейчас просто тестовый, да, допустим 35 гривен за килограмм. Вес этой, этого партии, допустим там 500 килограмм, цена за всю партию. Урожай какого года и из какой области. И здесь будут слева как бы фильтры. Можно отфильтровать по цене, по весу, по области и так далее. То есть вы разместили быстро, просто там формочка, поставляли данные. С планшета, с мобильного телефона, с компьютера, как угодно. Разместили свое объявление о продаже лота, о продаже меда. И человек, который занимается закупкой меда, он зашел и он отфильтровал. Ему надо, например, только, у него находятся склады в Херсонской области. Он отфильтровал, хочу купить мед. Херсонская область, Николаевская, допустим, там еще как-то близко. Отфильтровал по размеру партии. И он сразу видит выборку этих объявлений. И, соответственно, он может купить и он может торговаться с вами, указывая, какую он хочет цену больше-меньше. Вы с ним торгуетесь. То есть это и есть интернет-аукцион. И тогда, когда уже вы сторговались, потом происходит непосредственно закупка этого меда. В этом большое удобство, потому что размещая объявления на таких сайтах, как OLX или других досках объявлений, не специализировано. Там нет инструментов по рубрикам, то есть мед, продукты пчеловодства, ВОЗ, там ими и так далее. Нету фильтрации необходимой вам. Нету всего этого функционала, который удобен. То есть первый вопрос, который, первая функция, да, или удобство, которое предлагает наша платформа, это специализация и простота. Второе, о чем я говорил, это всеукраинский охват аудитории. То есть мы все заинтересованы, мы как разработчики заинтересованы в том, чтобы там больше людей работало, а все остальные тоже заинтересованы, чтобы как можно больше людей зарегистрировалось и размещали свои объявления. И тогда будет видна общая картина по меду по всей Украине. И более того, эти объявления, эти лоты будут видеть все остальные заготовители, оптовики, которые смогут выбирать или комбинировать для себя нужный объем меда. Третий, вот здесь пункт такой стоит, формирование правдивой цены. Что такое сейчас ценообразование какое? Оно хаотичное. Кто кому сколько предложил, в одном регионе одна цена, в другом регионе другая цена. Оптовики там начинают как-то демпиноговать, крутят, вертят и так далее. То есть сейчас ценообразование, оно как бы хаотичное, нерегулируемое. Вот эта платформа, она позволяет ценообразование урегулировать. Но регулировать будут его не мы, не кто-то там нажимая кнопочку, поднимая цену вверх-вниз. А это будет саморегулирующийся механизм. Чем больше людей, если мы говорим, что у нас в Украине там 400 тысяч человек, но активных возьмем 100 тысяч. Если 100 тысяч человек продаст хотя бы по одной партии меда на этой платформе, то есть 100 тысяч средняя арифметическая платформа покажет, соответственно, реальную цену на мед. И более того, эта реальная цена, цена на мед, она будет, платформа может показать не только среднюю цену, вот здесь мы видим, сколько человек там, допустим, просит за килограмм, сколько реально, за сколько покупают, реально, потому что просят и покупают, а также по сортам, да, система выводит цену, в зависимости от сорта меда, статистические данные, строят график за последний там какой-то период. Это очень удобно. То есть зайдя, вот мы здесь видим эту страницу, и вот здесь ссылка, ссылка вот здесь мы видим, статистика в верхнем меню, и вот здесь есть краткое табло биржи, а здесь статистика. И попадая на эту страничку статистика, вы видите вот эти усредненные цены на мед. Таким образом, все участники рынка, и пчеловоды, и от коллег, и изготовители, они все видят, какая реальная цена, и какая реальная рабочая цена, независимо от того, кто как там торгуется. То есть люди, цены зависят от уже основных каких-то внешних факторов, от спроса на мировых рынках, от урожайности и так далее. То есть вот эта платформа, она позволяет прозрачно видеть цены. Вам не надо звонить больше кому-то, спрашивать, кто за сколько продал, как продается и так далее. Все здесь видно на этом сайте. И чем больше людей, человодов на нем зарегистрировано и продают, тем более точно система показывает вот эту среднюю цену. В этом большое удобство вот этой платформы, которую мы предлагаем. Кроме того, это то, что я говорил, это доступность и удобство. Вы хотите продать люк, но вы на пасеке находите. Вы разместили лот дома на компьютере, пока вы были, но на пасеке вы можете отслеживать с платшета, со смартфона, вы можете отслеживать все действия со своим лотом. Кто какие ставки ставит, кто вам какую цену предлагает. Если кто-то нажал кнопочку «Купить» или что-то, вы получаете извещение о том, что с вашим лотом происходят такие действия. Вы постоянно это как бы онлайн отслеживаете. И потом можете быстро все это, нажимая там несложный функционал, кнопочки, все эти вопросы решать. Конечно, когда уже лот куплен, вам надо заняться всеми техническими вопросами, как его доставить и так далее, продажа. Вот. Что касается преимуществ, вот здесь есть такое преимущество для экспортеров. Ну, среди нас экспортеров нет, но я кратко объясню, в чем вопрос. Экспортер желает купить себе партию меда, например, 20 тонн. И он должен обзванивать массу людей, согласовывать мелких поставщиков или пчеловодов, где это найдется. Эта система позволяет ему дать заявку. Он выставляет заявку. «Куплю там 10 или 20 тонн. Такого-то меда в такой-то области». И пчеловоды, получается, система рассылает, вот вы находитесь в Николаевской области, как только он ставит заявку, что в Николаевской области хочу купить 10 тонн меда по такой-то цене, вам приходит извещение. Почему? Потому что вы в Николаевской области физически расположены, система знает, что вы здесь живете, ваш бизнес здесь, в Чпасика. Она присылает вам извещение. Есть заявка на такое-то количество. Вы заходите и смотрите, вам подходит эта заявка или нет. «Можете ли вы под это количество, по этой цене поставить эту парту меда?» Если не можете, вы там нажимаете кнопочку. «Нет, я могу там не 10 тонн, а 9 тонн тебе предложить. Не по такой цене, а по такой цене». Он в ответ нажимает «Нет, могу вот по такой цене». Вы сторговались, и, соответственно, человек может купить. То есть даже не выставляя свой мед на продажу, даже зимой, особенно это зимой актуально, когда пасечники не так активны, где-то лежит мед там у подвалов, не проданный, то вы можете получать от системы вот эти извещения, которые вы можете потом удовлетворять. И особенно это актуально будет для заявок с европейского рынка от экспортера. И в будущем мы хотели бы сделать, чтобы экспортер, размещая заявку в нашей системе, мог бы комбинировать эту заявку из маленьких парт. Экспортер хочет купить 10 тонн, но у вас на продажу только 1 тонн меда. Вы нажимаете там «Могу предложить 1 тонну». 10 человек предлагают по одной зоне, у него формируется вот этот фунт заявок, и он тогда выбирает, что я согласен, и, соответственно, он у вас берет вашу 1 тонну. Таким образом у нас минимизируется роль заготовителей, которые ездят по районам, собирают мед, и часто неправдивые цены, задержка оплаты и так далее, многие вот эти вопросы, проблемы с ними. Человек может напрямую работать с экспортером. И даже если он напрямую не работает с экспортером, а работает там, скупает лед-заготовитель через эту систему, то всегда видна правдивая цена, реальная, быстро, удобно и эффективно вот эта система позволяет работать. Таким образом, вот то, что... Ну, тут еще есть у нас продажи инвентаря, улики, рамки, все это точно так же может там выставляться. В специальных рубриках, не надо где-то искать по сайтам, в рубрику зашел, отфильтровал. «Хочу рамку 145-ю такую». Фильтр поставил, раз он тебе показал все выставленные на продажу предложения от различных продавцов, какие есть рамки. И ты купил, ну, там, большую партию, которая тебе надо. Если ты производишь рамки, ты можешь в Европу продать фуру рамок через этот сайт, допустим. Так точно таким же образом. Вот поэтому вот эта платформа, мы видим, что... Думаем, что за ней, верим, что за ней, ну, будущее медовой индустрии. Потому что если этого не сделать, то как бы мы не заращивали объемы производства или качества, но вот этого звена нету между производством и продажей. И когда этого звена нет эффективно, не сможет Украина продавать мед и наращивать производство меда. Потому что, чтобы его наращивать, надо его продавать. Чтобы продавать, надо каким-то образом, чтобы этот механизм быстро работает. Чтобы не получилось, как в этом году. Кто-то что-то сказал, люди отложили мед в подвал, вот будет такая цена, а теперь они не знают, как продать и так далее. То есть, когда вот это будет, этот механизм будет сам по себе работать. Ну, в этом, в идее нет ничего нового. Это обычная биржа, какие есть там, торгуют фондовые биржи углем, металлом и так далее. В других странах крупные сырьевые биржи. То есть, это подобная система мы хотим предложить. И здесь только для меда. И мы надеемся, что это будет хорошо для всех. И для покупателей, оптенных экспортеров, и для пчеловодов. Также будет хорошо. И для потребителей, ну, конечных меда в Европе и так далее. Потому что эта система позволяет контролировать качество. Качество меда. Люди ставят рейтинг. Если ты продавец, ты получаешь рейтинг. Звездочки, отзывы за твою продукцию и так далее. Человек, имея этот рейтинг, может продавать больше или меньше, повыше цены. Если у меня рейтинг выше, мой мед качественный, я продаю по более дорогой цене. Потому что у меня купят, видя мой рейтинг высокий, что у меня беспроблемный мед, нет загрязнений и так далее. Соответственно, человек может таким образом наращивать не только количество, но и качество своей продукции. Вот это вкратце, конечно, тема достаточного объема. Времени у нас мало, но вкратце мы хотели его презентовать. У нас есть буклетики, мы разглядим всем желающим. Такие буклетики, там есть наши реквизиты. И вы сможете с ними ознакомиться. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok